Потому что так хочешь. Лететь сначала надо делать как надо, потом формируется по любимому человеку, со временем. И так уважение мужчины к женщине, как самой любимой. Она не самая любимая, понятно, потому что она мучает. Но надо относиться как к самой любимой. Это уважение. Что это даёт уважение? Даёт нормальную жизнь. Не будешь уважать, жизни нормальной не будешь. Как могу уважать женщину? Очень чутко вести себя. Допустим, жена говорит, почему не снимают ботинки возле входа? Ну ты думаешь, какая разница, где не снимают? Потому что не понятно вообще, зачем их снимать возле входа. Василий Иванович лампочку заворачивать начал, влязл на обуви. Говорит, залежь на поле на табуре в планку и говорит, «Говорит, Иванович, может, кассетку постелить?» Говорит, «Да, ну-ка, я и так достану, не волнуйся». То есть у него мышление такое, грязь сразу будет. А он думает о лампочках, понимаете? Мужчина другое восприятие мира. Он не понимает, зачем носки должны лежать в одном месте. Как бы у него один носок в одно место пошел, в другой – в другой. Потом они соединяются вместе сами. И на шкирах носки рождаются в мужчинах, где в шкафу чистые. Они там создаются. Он знает, что они там есть. А если нет, у него в глаза под графом, он говорит, «Где надо пили?» Жене. В шоке. В шоке, почему нет носков? Он в ужасе. Она думает, а почему бы они должны там появиться? И она говорит, «Где живак?» «Где живак?» А в шоке надо подготовить. Это труд. Видите, то есть отношение к женщине как надо относиться? Уважение к женщине означает, что я ни на что не рассчитываю. Если нет носков в шипанели, значит, ничего страшного. Может, пошел на улицу без носков? Что такое? На носки не нашел. Босиком пошел в огород. А на дворе – Иркутск. Я говорю, «Ты сейчас еще простынешь?» «Да нормально все будет». Пошел босиком. Все равно уж думать, что нельзя, но носки надо всегда стирать. Глядь, не хочешь ходить, а без носков простудится. Ну, я примерно, то есть, вариант такой. Ну, можно взять, саму постирать. Погладить кто-нибудь, где-то пойти. Жене скажет, «Моя хорошая, что-то носков не было сегодня». Ты скажешь, «Ох, нет, скотина!» От этого лучше будет? Нет. Ну, не понимает она, что надо стирать носки. Не воспитали, не научилась. Карма твоя не позволяет тебе, носки будут всегда хорошие. Не позволяет твоя судьба. Так сложилось, что она не замечает этого. У нее какой-то… Она постоянно в мечтах и забывает про носки. Ну, судьба вот такая, вот такая досталась жена тебе. Что делать? Истокать не будет. Очень мягко и нежно напоминает. И сегодня прязник пошел. И говорит, «Как, нормально прязник?» А боль внутри такая, «А, скотина, не хочется, что-то убью». Боль внутри, надо спокойно. Уважение к женщине означает, не обращать внимания. Учиться не обращать. Как? С помощью молитвы. Боль возникла, помолись в сердце. Как изменить ситуацию? Придет время, и она начнет стирать носки. Почему? Потому что ты с помощью любовью пробил плохую судьбу. Ты любовью ей говорил, Вот мне бы хотелось, чтобы носочки всегда лежали. Хотя бы одна пара. Мне бы хотелось, чтобы, когда я прихожу с работы, чтобы уже было готово пища. Потому что, когда ты готовишь, кто-то порачивает готовить, когда я прихожу с работы, у меня подложечки так сильно сосет, что хочется сожрать ребенка. Ну так, аккуратненько, как бы, объясняет. То есть, как уважать женщину? Очень чуткое, заботливое отношение и спокойное отношение к ее недостаткам. У каждого человека есть недостатки. Свои человек не сильно воспринимать как что-то важное. Ну, подумаешь, я мало зарплаты приношу. Ничего страшного. Вот то, что она готовит к ней вовремя, вот это вообще невозможно терпеть. Вот ты мужчина, а ей, например, невозможно терпеть, что ты не хочешь работать. Ей тоже невозможно терпеть. Она женщина. И надо что делать? Надо уважение, означает, я терплю, спокойно отношусь к недостаткам близкого человека. Это уважение. Чуткое, заботливое отношение к женщине. У нее очень мягкий, чуткий характер. Она постоянно устает от эмоций лишних. Куда-то сходила, допустим, она все устала, не ману, все. Это женская природа. Она всегда устает от активности. Поэтому женщина любит тишину не так, чтобы не сильно ее смотрели. Она любит уединяться иногда, потому что у нее чуткая система. Женщина живет в очень чутком пространстве. Она все чувствует, на нее все влияет. Одним женщинам тяжело при свете, другим при звуке. Третьим кузы не нравятся. В четвертом запахе она ходит нейтрализует запахи. Одна кузы нейтрализует плохие. Третья как бы везде освещение меняет. Ну то есть у женщины очень чувствительность большая. У каждого своей как бы особенностей характера. Надо это нормально относиться. Жена говорит, не включай сильнее свет, не могу терпеть. Надо так сделать, хорошо. Чего страшно. Пускай у нас всегда цветы будут дома. Но не могу как бы каждый день покупать. У нас денег нет. Сделай так, чтобы были цветы. Хорошо купил искусственный поставил. Надушил их маслом ароматическим. Ну ничего, нормально. Так мне тоже нравится. Ну слава Богу. Как можно так выживание. Ну то есть есть какие-то особенности в женской психике. И уважение к женщине означает принимать ее. Не требует ничего другого. Вот она такая принимать. Это больно. Внутри больно. Что женщина такая-то больно. Эту боль предприть надо и преддавлять с помощью молитвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова